Привет всем, дорогие друзья, GZR989, Instagram, Telegram находятся в описании, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, в общем, способствуйте продвижению вперёд. Большое вам спасибо. Шеридан, вот такой вот, на карте Балтийский щит, кстати, и сразу же есть те, кто нам может встретиться, кто Батчетильон, типа, мало средних лёгких танков, он всего один. Поэтому можно пытаться смело засвечивать. И мы их светим как раз-таки 50Б, это самый сильный мега-твинг команды противника, поэтому с ним необходимо быть поосторожнее, но наш герой пока этого не знает, 71 с копейками, там где-то у него. Шеридан, сколько я раз уже говорил, что это отличный лёгкий танк для начала, потому что у него достаточно весёлая ветка и шикарные 9-10 уровни. Для многих 9-й уровень даже превосходит 10-й. Что здесь? Пукнул в сторону противника, если пробил, отъехал, такой ла-та-та-та-та-та-та. Видишь, что нас тут четверо, трое, поехало на противоположный фланг. Там уже три противника засветилось, и бабаха у нас в углу, но об этом мы знали. Хорошо, есть пробитие. Яга. Яга, а где твой выстрел? Яга почему-то не отстрелялась. На Шеридане можно быстренько сбежать. 430 урона, но у пацана 4 снаряда, а это плохо. 811 получаем. Третий. Отдаём лихую пристрелку на 700. И почему-то он дальше не решается ехать. Я не видел, чтобы он давал четвёртый снаряд. Шеридан сейчас на перезарядке. Возможно, кто-то пасёт. Нет, 183-й не пасёт. Яга, увы и ах, не пасёт. И 121-й, видите, ехал далеко. Почему он не решается реализовать снарядик сейчас 50Б? Вот это уже совершенно другой вопрос. Возможно, я прослушал его выстрел. Но всё же, там необходимо было уже отдавать четвёртый и лишать нашего героя надежды на всё. Вот это типичная бабаха противника, но дело в том, что это урон с нашей помощью. Каточек сейчас делается. Здесь суммируется весь урон, что насвеченный, что нанесённый по каткам, которые ты поставил. Ну и забор бачата. Минус и хорошо. Счёт 2-2. У нас были равные силы практически. Ну и по тому флангу также, смотрите, да, мы там насчитали, их было трое на тот момент. Но сейчас наши с помощью жёсткого продавливания делают минус 2 в своей команде. И оставляют шотным Type 68. Это, видать, всё, на что и хватило. У нас-то тут кто был? Бабаха. Батчат. АМХ 50Б. Ну и кто-то где-то потерялся. Короче, тот, о котором... Кто-то, о ком я забыл. Что-то 50Б тут задержался, как для твинка. Должен был уже отсюда валить, наверное, на всех поршнях, видя, что они выиграли противоположный фланг целиком и полностью. Наши слили там вообще практически в ноль. Поэтому добираем Type 68, но после этого будьте готовы сразу же на этой карте, что вы просто засветитесь. Тут пофигу. На ЛТ ты, на СТ, на ТТ ты будешь светиться на всём, хоть на ПТ-САУ. Ну что, вот так эта игра работает. Сейчас очень повезло забрать гриля 15-го. 121Б. Делает джаз и приезжает на противоположный фланг уже. Оставляя нас против троих практически. Вот сейчас. Вот сейчас, друзья. Ай! Забрали 50Б, 121Б ещё живой. Вот это вот житие 121Б на протяжении какого-то времени забирает возможность взять Колобанова. Хотя 121Б... Ну, тут тычку дал, да? Да-да-да, надо было, чтобы упал, взорвался и нормально тогда. Хотя бы был бы шанс взять Колобка. У тебя 634 ХП. Ты как бы для обоих танков шотный. У одного 640 урона. Если не Апали 704-му. Давно не играл его, но, по-моему, да, именно так. 680 у Е100-го. Единственное, что тебя может спасти, так это твой мега-корпус, в который часто стреляют. И что получается? Броня не пробита. Жопой выезжать здесь очень опасно, но есть такая функция разводить на выстрел задницы Шеридана, потому что вы примерно сечете, может быть. Вот у него там вот здесь такой обрубок сзади, который просто не является основной броней. В него попадаешь и нет пробития по тебе. Нет, и все тут. Ну, стоило ожидать, что 704-й где-то будет гнаться, но ему нужно разворачиваться. Да, твой противник типичный кое-что сделать. Смотрите, вот сейчас, ну как можно было здесь выжить? Он отъезжает назад, получает 640, не пробития. Тут с этой стороны уже Е100, и понимаете, если бы он поехал на Е100, скорее всего, он получил бы это пробитие. Но на 613. Чувак сейчас дважды ловит жесткий фарт. Невероятно! Танк, который бьет на 680 среднего, дает на 618. Это подфартило как никогда. Друзья, можете понимать, что вы вряд ли поймаете такой аттракцион на своем аккаунте, потому что его зажали два танка, получил от обоих, и при этом не отъехал, будучи шотным. Просто не прошло. Ваш союзник, ваш противник на объект 74, я имею в виду, что он вообще бы с вертухи там выстрелил, при повороте в сторону нашего героя, и на этом бы все закончилось. Потому что у таких чуваков, ай, как залетает хорошо всегда. Сейчас тоже очень сильно везет. Ну, наш игрок с зеленой статистикой, поэтому, типа, здесь ошибки очень даже допустимы. Там он психанул. Посмотрел Е100, может, переключился не тот снаряд, хотел, может, на кумулятив. Переключился на фугас, что-то со страху выстрелил, вот и все. Плохо то, что он дает себя зажимать в упор практически постоянно. Хорошо, что охотник за головами оказался, скорее всего, охотником за головками. Ну, то есть за маленькими головами, да? Поэтому он сейчас не попадает в танк просто-напросто. Вот тебе и осколочно-фугасный от Шередана. И пока этот спустился по дороге, там где-то еще застрял, небось, там нам это не показывалось. Но 74-го, понятное дело, что пришла пора тоже очень сильно минусить. Вообще, конечно, можно было разорвать дистанцию гораздо больше с противниками и быть более-менее в сейве. Но чувак выживал против двух этих танков с 21 хп. Если бы, конечно, не ошибка на ошибке со стороны как нашего героя, так и противников, то могло сложиться все совершенно иначе. Нужно, когда убегаешь, тоже делать это очень сильно с головой. Если вы играете на ЛТ, очень важно быть как можно дальше от своих противников, чтобы просто их пересвечивать и при стрельбе вас не видели. Несмотря на это, делает 6 фрагов. Колобанова не берет, потому что трех противников не было. И 1987 чистого опыта. А это уже очень до хрена. Друзья, Инстаграм, Телеграм в описании. Там же моя почта. На почту реплейс после боевой статистики. Это два вот таких вот скриншота. Ну и, конечно же, спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока-пока.